Кстати, пожалуйста, чем вы занимаетесь, как вас зовут? Добрый день, меня звать Олесь Михайлович, я сам адвокат. Практикую, занимаюсь поддержкой и помощью людям, которых незаконно подали в Интерпол. И практикую экстрадиционные процессы на территории Европейского Союза. То есть, когда одна страна просит другую страну выдать, то есть, в основном мои клиенты это россияне, российские бизнесмены, которых Россия запрашивает из стран Европейского Союза. Например, из Чвеции, Польши, Германии, Испании, Греции. А где у вас находится офис и как давно вы этим занимаетесь? Я этим занимаюсь с начала 2011 года. Наш центральный офис находится в Июсе. И, как я уже сказал, опыт у нас в этой области очень большой. Это, скажем, в общей сложности сотни людей, из которых абсолютному большинству нам удается помогать. Я понял, Алис. Вот сейчас 9 марта случилась у семьи из Узбекистана проблема. Их задержали в аэропорту Стамбула, сняли с рейса. То есть, они проходили границу и арестовал Интерпол с фальшивыми паспортами. Российской Федерации, загранпаспорта Российской Федерации. Вы не могли бы прокомментировать эту ситуацию? С вашей точки зрения, как вы это видите? Что им грозит и вообще, как это будет происходить, разбирательство и так далее? Что с ними будет? Да, что касается фальшивых паспортов, во-первых, есть база Интерпола потерянных паспортов, где разные страны могут подать информацию про те паспорта, которые потеряны, которые недействительны и так далее. Поэтому, если кто-то покупает, например, поддельный паспорт или паспорт, который был уже раньше у кого-то, где меняется фотография, надо помнить, что есть очень большая вероятность того, что этот паспорт будет в такой базе. Кроме того, много такие поддельные паспорта, они просто видны невооруженным взглядом. И, например, в случае с Турцией, Турция имеет абсолютно спокойно право задержать таких людей и судить в соответствии с турецкими законами за статью о подделке документов. А при этом надо понимать, что если этот паспорт был предоставлен, например, сотрудникам аэропорта и сотрудникам погранслужбы, это уже есть преступление против Турции, и Турция имеет право за такое спокойно судить. Поэтому этого человека увезут из аэропорта в полицейское управление, в следственный изолятор. И лучшее, что его ждет, это после достаточно долгих мытарств он может быть либо депортирован в страну, то есть куда, в его страну национальности, либо экстрадирован, если будет запрос. А в лучшем случае, как это достаточно часто происходит, сначала этот человек получит уголовное дело в той стране, где он этот паспорт предоставил, а в следующий раз его еще выдадут в ту страну, чей паспорт он подделывал, где его могут засудить фактически второй раз, где его могут судить второй раз, несмотря на то, что теоретически этого не должны делать, но безусловно, если такой человек попадет в Россию, и у него был российский паспорт, в России тоже его ждут очень серьезные проблемы. Я понял. Как будут развиваться действия? То есть их сейчас арестовали в следственный изолятор, там будут какие-то следственные процессуальные действия, да, насколько я понимаю? Там будут процессуальные действия, но мы все должны помнить, что Турция – это достаточно неорганизованная страна, поэтому там бывают случаи, когда люди сидят очень долго в подвешенном правовом статусе, когда никакие толком действия не происходят, когда просто идет принятие решений на каком-то более высоком уровне, и это решение относится, то есть его не принимают, не принимают. А поскольку у таких людей очень часто нет возможности нанять квалифицированного адвоката, и в принципе из тюрьмы такого адвоката нанять крайне тяжело, ну то такие бесправные действия, в том числе в отношении граждан разных стран, достаточно часто в Турции происходят. Поэтому можно просто вот в таком подвешенном состоянии достаточно долго висеть, и если будет принято решение возбуждать уголовное дело по факту подделки документов, ну то, соответственно, человек получит уголовное дело, судимость и отсидку в самой Турции. Я понял. Вот в вашей практике как часто вы слышали о том, что подделывают паспорта, визы и так далее на территории Евросоюза, Российской Федерации? Бывало у вас, что вот где-то там... Естественно, это достаточно частая практика. Мы с такими вещами, естественно, клиентам помогать не можем, не помогаем, поскольку это противозаконно, мы работаем в соответствии с адвокатскими принципами, адвокатской этикой на территории Евросоюза. Но, безусловно, среди в том числе моих клиентов встречались те, кто и, наверное, подделывал паспорта или, например, покупал гражданство тех или других стран от, например, исчезнувших людей, когда человек... Просто меняется фотография, то есть человек как был, так и есть такой, да, но просто в документах фотография меняется. Я в своей практике встречал такие случаи, такие факты, и при этом сам, как адвокат, я всегда советую решать вопросы в легальной плоскости, решать вопросы через юридические, через правовые механизмы Евросоюза, которые спокойно позволяют любому незаконно преследуемому человеку защититься и стать легальным под своим официальным именем, фамилией, не меняя, что называется, свою идентичность. Я понял, Алия. Спасибо вам огромное за консультацию, за разъяснение. Спасибо вам. Спасибо вам. Да, до свидания. Да, ребят, теперь, наверное, пришло время мне прокомментировать ситуацию. Несколько месяцев назад к нам обратилась семья из Узбекистана, которая взяла консультацию по поводу переводов их кейса, по поводу заполнения форум, въезда в Мексику. Мы рекомендовали им получить официальные документы для въезда, дали контакты, они пришли к этой туристической компании, пообщались и исчезли. И вот спустя два месяца этих людей задерживают 9 марта в аэропорту Стамбула. Их родственники почему-то начинают звонить нам. Буквально вот предыдущей ночью они просто срывали нам телефон, помогите, что нам делать, их арестовали, куда нам идти и как выйти из этой ситуации. То есть там просто у людей истерика. Ребят, будьте, пожалуйста, осторожны. Это очень серьезно, попасться с фальшивыми документами где-то за границей или в России, это очень серьезно. Не делайте чужих ошибок. Удачи вам, берегите себя, всем всего доброго, пока. Субтитры сделал DimaTorzok